Дарова всем ребята, Акент пока на проводе и прямо сегодня я нашел клан самых крупных трейдеров стендов 2. Вы не поверите, но прямо сегодня они вам расскажут о всех своих секретах, они расскажут как они стали трейдерами и как можно заработать инвентарь более 10 миллионов голды. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Ну а перед началом хотел бы вам разыграть М9Б Night Frozen. Чтобы получить, надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс твоя идея. И третье, самое важное, посмотрите видео от начала до конца без перемоток. Всем желаю удачи. На Gigi Снедов вышло свежее обновление. Добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп. Обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов. А по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% пополнению. Всем нужны ссылочки, ты найдешь в описании. Gigi Снедов мой выбор. И ребята, чтобы вы просто понимали уровень этих трейдеров, прямо сейчас мы посмотрим на некоторые их скины. Братан Адок Скидовый, ребят. Этот парень состоит в клане под названием MainT, что означает MainTraders. И вы посмотрите, какие у него скины, ребят. Один. Этот брелок стоит 5к голды. Это АВМ Спорта 2. Я про шоки. Дальше. Испигенезис. Офигеть, не встать. Так, ну что, вантап, братишка, показывай. Бля, ну, братан, ну ты что-то бомж. А, я помню. Да блин, что это за трейдер, братан? Где твои скины-то, алло? Так, ну что, кто нам побогаче? Сайлес, братан. Бля, и у тебя АВМ Спорт? Нифига себе. Вот это, ребят, называется успешный успех, братан. Слушай, очень даже неплохо. Так, ребят, кто следующий? Кто следующий? Ещё одно АВМ. АВМ Поларнайт. Очень даже неплохо. Красивое сочетание. То есть, как мы, ребят, видим. Опа, FFL лазер это скинул. Вот это да, ребят. Я пошёл делать скриншот себе на память. Вот это, ребята, богато. Посмотрите, АВМ Спорт В2 валяется как говно просто. А, пупить. А, это ещё одна. Это уже третья АВМ Спорт В2. Обалдеть. Ну, то есть, ребят, то, что это настоящий клан, думаю, у него сомнений нету. Три, а, четыре Голдскула, мужик! Ты чё? Ты псих! Просто, ребят, посмотрите. Тут собрались три самых топовых клана трейдеров в мире. Вообще, богаче их никого нету, понимаете? У этих, грубо говоря, пятерых людей инвентарь более 10 миллионов голды стоит. Я просто в шоке, ребят. Посмотрите на всё это. Это просто балдёж. Первый клан, так ЮАМ. Вы все его знаете. Дальше. Мейн Трейдерс и Элф... И... Блин, что за жопа? И ФЛТД. Я вообще, за что такое ФЛТД? Брата. Раньше мы все были в одном клане, я теперь трыдец. Ребята, тут собрались представители трёх самых крупных кланов. Это Мейн Трейдерс, ЮВАМ1 и Фулио Стрейд. Ребята, чтобы понимали, общая суммарная стоимость их инвентарей более 10 миллионов голды. Это чёртовы миллионеры! А ну-ка, ребят, показывайте ваши ножи. А ну-ка, ой-ой-ой, спигенезис. Ну, я понимаю. А ну-ка, ребят, проверка на ножи. Нож! А! М9 БАЙОНЕТ. Ну, слушай, ну это сразу видно. Богатый парень. Так, братан, а ты? А ну-ка. Ну, слушай, ну и... Так, так. Он нам скидывает какой-то пистолетик. Ля. Я не помню, как этот скин называется, но я помню то, что он стоит однозначно около 10 к голды. Я прав? Да-а-а, прав. Ну, слушай, ну ножик можно было и получше, бери. Я понимаю, что нож выбрал скорее всего под пистолет, но, тем не менее, нож можно было побогаче. Так, дальше ты показываешь... КЕРАМБИТ ГОЛД! Братан, у меня тоже керамбит голд, слушай. Давай поменяемся. Нифига себе. Так, он мне скидывает свой дигл, говорит, посмотри. Так, а, понимаю, понимаю. Слушай, мне это просто интересно, братан. За сколько ты взял этот дигл? Ну, я же уверен, что я его покупал не по Валпрайсе, а эту наклейку ты клеил не сам. За сколько ты его купил? Только по-честному, вот этот дигл. Блин, наклейка Панишер на дигле. Это что-то нереальное. Заскок, заскок. 1400 голды всего лишь, что полторы тысячи голды. Вот этот классный дигл. Я бы тоже взял бы, потому что одна эта наклейка стоит 8к голды. Ну что же, ребятки, а прямо сейчас мне пообещали показать эмочку, от которой я просто буду в шоке. Так, 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 так. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Ну, слушай, ну так-то сочно, 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 да? Ну, можно, можно и побогаче, можно. Так, Фомасик, Фомасик. Не, ну Фомас тоже крутой. Ух ты, сколько киллов? 15к киллов. Так, оказывается, вы помимо того, что трейдер, вы еще и киберспортсмены или что? Так, это мы уже смотрели. Так, ребят, USP, ну USP, я уже видел USP, да. USP очень крутой, прям нереально крутой. Ну, пацаны, что мне дует и саму эмку по три раза скидывать? Так, о, а вот эту эмочку я еще не видел. Это наша любимая эмка Predator. И на ней три наклейки, арканы, быка. Вау, вау, вау. Это не Predator был? Нет, это Sharm. Это донат. На монтаже вставим. На щавик посмотри. На щавик посмотри. Давай, давай. О, что ты сразу не показывал, брат? Он притворялся бомжом, а ну-ка. Так у меня спорт в два. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Кала-то тетявуха. Неплохой, неплохая такая эмочка. Так, ну что же, ребятки, а прямо сейчас я возьму интервью у главаря всех этих трейдеров, у основателя организации под названием MainTraders. Ну что же, дамы и господа, и прямо сейчас я пригласил лидера организации в Discord. Ну что же, поздоровайся. Привет, привет. Ну что же, расскажи немножко о себе и о твоей организации трейдеров, потому что многие не знают, кто ты, как ты и с чем едят вашу организацию. И вообще, что такое организация трейдеров? Ладно, я знаю, организация киберспортсменов, но трейдеров это просто что-то с чем-то. Я основатель и глава клана MainTraders. Это организация трейдеров, в которой присутствует основная составляющая комьюнити трейдеров. Давай так, расскажи, сколько стоит твой инвентарь? Мой ивент стоит 1 миллион 200 тысяч голды. Вот это я понимаю, успешный человек. А ну-ка, братан, скин мне какой-то крутой другой скин. А ну-ка, давай, давай, вот он, ван тап, ван тап, я тут, я тут, я тут. Вот, ребят, чтобы понимали, мы прямо сейчас запустились в закладку бомбы с трейдерами. И мы просто посмотрели, какие у них скины. Я в шоке, я в шоке. А ну, давай, давай, давай махнемся. Ля, ха-ха. Блин, мужики. Ну, я с вами точно не играл бы в рубрику, покупая все скины, с которых меня убьют, потому что я бы просто обанкротился. Ван тап, расскажи, тяжело ли быть трейдером? Сколько времени в день надо тратить, чтобы быть трейдером? А ну, рассказывай. Каждый день я трачу на трейд конкретно по 12 часов. Ничего себе! О, еще очень интересный момент. А с какого количества голды ты начинал? То есть вот меня сейчас смотрят ребята, у них 2000 голды. Реально ли им за год, чтобы не был в инвентаре тоже 1 миллион голды? Реально это или нет? Да, это вполне реально. Я начинал свою карьеру с 0 голды. Тоже все постепенно. С 0? То есть ты без донатов? Без донатов. Ты, а то же ты без донатов собрался инвентарь дороже миллиона голды? Да. Обалдеть, вот это да. Слушай, такой вот, возможно, не совсем скромный вопрос, но тем не менее. Как ловить ножи за лоб? Почему я постоянно вижу в ваших группах, что вы ловите ножи за 0,3? Как вы это делаете? Что я делаю не так в этом мире? Оно рассказывает. Можно ловить. Таким способом, как фейк. Фейк-запрос. Хорошо, такой еще вопросик. А как ты вообще решил создать организацию трейдеров? И как ты вообще познакомился с другими ребятами? Потому что, например, Фуллис, у него инвентарь, ну, на 3 миллиона голды. Чтобы понимали, Фуллис это тот человек, у которого было 3 АВМ Трэжер Хантера. Познакомились мы совершенно случайно. То есть вы просто выставляли дорогие скины, начали общаться и так и познакомились, да? Ну, что-то в виде такого. Слушай, вот меня сейчас смотрят подписчики. Многие из них просят у меня по КД голду. Такой у тебя вопросик. Можно ли с 0 голды подняться или нет? Вот скажи мне, с 0 голды подняться? Это очень реально. И давай так, сколько времени надо уделять в день трейдингу, чтобы купить себе свой первый нож? Вот с 0 голды, я бы еще не счел, который 0 голды. Ну ладно, давай даже не 0, там 5 голды, к примеру, 5 голды. Сколько мне надо потратить времени, чтобы подняться? С 5 голды, в принципе, можно поднять за день в размере 400 минимум. То есть за 3 дня я могу себе купить нож? Я правильно понимаю? Да. Да. Ты серьезно? Да. Обалдеть. То есть за 3 дня я могу себе купить нож с 5 голды? Да. Короче, ребят, если вы наберете 10 тысяч лайков, тогда я обязательно сделаю продолжение с этими трейдерами. И мы узнаем их секреты, как ловить скины за лоу цену и как можно с 5 голды подняться до ножа. Давай, брата, давай махнемся. Так, ребят, у меня каждый раунд новый скин. Блин, очень крутой АВМ. Слушай, ну я смотрю так, что все ребята очень богаты. Такой вопрос. Занимаетесь ли вы обманом? Это очень тоже важный момент, потому что некоторые люди будут писать в комментариях такое. Вопрос конкретно к тебе, как лидеру организации. Вы поддерживаете это или нет? Вот такой вопрос. Мы не поддерживаем обман. То есть совершенно мошенничество. Мы наоборот более... Это круто, это круто, это круто, это круто. То есть никакой поддержки не проводим в данной сфере. Слушай, ну я считаю, что вы большие молодцы. Я однозначно желаю вашей организации только продвижения. А теперь расскажи еще такой интересный момент. Как вступить в вашу организацию? Вот я трейдер. Вот я, например, тоже у меня другой инвентарь. Как вступить в вашу организацию? Кем надо быть? Надо быть просто обычным трейдером или надо быть твоим другом? Вам требуется, во-первых, быть знакомым с нашим аудитом. Также вы должны минимум трейдить по 70 тысяч голды. Это в день или в месяц? Это конкретно в месяц. Ничего себе. То есть, чтобы вступить в ваш клан трейдеров, надо трейдить минимум 70 тысяч голды в месяц? Обалденно. Слушай, такой вопрос. А есть ли у вас такая вещь, как, знаешь, какой-то общак? Что каждый из вас скидывается по 5к голды в месяц на какой-то аккаунт? Такое есть или нет? Или вся голда это лично ваша? Есть. А ну-ка расскажи, на что вы скидываетесь? А ну-ка, мне просто интересно. Мы в данный момент скидываемся на АВМ Трэжихантер. О, слушай, а вот это уже интересненько. То есть, получается, ты хочешь себе купить АВМ ТХ, и ребята тебе помогают. Я правильно понимаю? Да. У нас это основоположная цель, и мы все пытаемся ее достичь. Слушай, а потом, а как вы этот АВМ ТХ будете делить? Расскажи мне. Делить? Да, или как? А вот насчет дележки мы ничего не обсуждали. Если мы его купим вместе, то он и является общим. Так, а если он будет на твоем аккаунте, как он будет общим тогда? Значит, не повезло. Слушай, мне кажется, после этого видео ребята уже перехотят скидываться в общак. Ну вот смотри, и сколько голды вы должны скидываться, ну, например, тебе на АВМ ТХ, ребята, которые в твоем клане? Вот как понять? Все это зависит по твоему желанию. Сейчас будет такой каверсный вопросик. Сколько ты зарабатываешь, вот лично ты, на трейдинге? Да так, все между нами. Ну, смотря в какое время. Ну, к примеру, за прошлый месяц. За прошлый месяц? А в рублях или в голде? Давай в рублях, в рублях, в рублях. В рублях 500 тысяч рублей. Именно ты заработал 500 тысяч рублей? Обалдеть, братан. Я что-то в этой жизни делаю неправильно. А как, ну, а как так можно много зарабатывать? Что надо делать? Главное хотение. Если у вас есть желание чего-то либо добиться, то это будет являться вашей поддержкой. Поддержкой для окружающих. Если они видят ваши результаты, то и ваши результаты влияют на их эмоции. Так, ну что же, ребятки, мы только что пересоздали лобби и будем дальше спрашивать интересненькие вопросики. Слушай, такой вот интересный вопрос. А кого с ютуберов смотрят трейдеры? Вот мне вот интересно. Или вы такие же обычные люди, тоже смотрят там и вилю, и тик-так, и меня иногда и остальных? Вот кого вы смотрите? Ну, мы такие же обычные люди, как и все. Все там своим интересам. У кого-то интересные смотрят. В основном мы смотрим к винта. О, одобряй. Ну, все, братан, можно этими закончить. Слушай, такой вопросик. Вот как ты считаешь, дорогой ли у меня инвентарь? У меня же есть керамбитголд, у меня же есть АВМ, ТХ и так далее. То есть по меркам трейдера я считался бы дорогим трейдером? Или, ну, так, среднечек? Я думаю, да. Ты бы считал себя конкретно дорогим. Ну, то есть и успешно, да? Ты добился всего самостоятельно. Еще будут в комментариях писать, на попрошай ничего. Хорошо, смотри, еще такой вопросик. Не думали ли вы создать канал на ютубе по обучению трейдингу? Потому что многие не знают, как трейдить, как заработать голду. Вот как раз-таки сейчас данный вопрос решается. Мы вот на этой неделе согласовали все. И спрашивали всю свою аудиторию и все свое руководство конкретно. То есть у вас есть еще руководство? Если ты зарабатываешь полмиллиона рублей, сколько тогда зарабатывает руководство? Как я и говорил ранее, что все работают для семьи. То есть у вас, так сказать, одна большая семья. Сколько в вашей семье участников? Давай так. Более тысячи. А как реагируют разработчики на таких крупных трейдеров, как вы? Я думаю, они интересуются, откуда у нас деньги, во-первых-таки. Но я знаю, что вас очень часто банят просто так. Это правда? Да, это правда. Ну а потом разбанивают или по-разному? Разные исходы. Бывают летальные. Бывают положительные. Слушай, а такой вопрос. А какой самый другой аккаунт забанили вообще в истории стендов? Вот ты что помнишь? Там было такое, что забанили аккаунт, например, с АВМТХ от чьей-то? У человека было АВМТРЖХантер. И его аккаунт отлетел по банкоду 2000-му. А что это за банкод? Банкод мошенничества. Трындец. А он мошенник или нет? На него прилетели пруфы, то есть доказательства. Доказательства того, что он обманул какую-то комьюнити. То есть он, видать, обманул не только одного. А, ну слушай, ну ты согласен, что таких людей надо банить, если он мошенник? Да, как я и говорил ранее, что я против данной ситуации в комьюнити. Слушай, дай пару советов для новичков, у которых плюс-минус инвентарь на 100 голды. Что им надо делать, чтобы они себе купили свой первый нож? В первом деле надо закупать наклейки. То есть первоначально их цена будет маленькой при входе на рынок. А при выходе они будут стоить в два раза больше. У вас очень много голды. Я очень часто видел на рынке, например, какой-то скин другой. И там была аватарка по типу, подпишись на мой тикток, подпишись на мой ютуб и так далее. Хотел бы спросить, эффективная ли эта реклама или нет? Мне просто интересно. Ну по-любому же кто-то из вас проводил какую-то статистику? Раньше это сильно влияло на актив и подтверждение тому, что да. То есть люди видели, допустим, то же самое в Мспорт В2 или вот на данный момент Трэш Хантер. То есть его видят сразу-таки, ой, человек-то богатый, может он само поделится голдой и так далее. Да-да-да, есть такое. И короче, люди подписывались и просели голду в личку, да? Да. Хорошо, слушай, расскажи мне, пожалуйста, еще такой очень интересный вопрос. Какой самый дорогой скин вы ловили за лоу? Эм, АВМВ-2. Серьезно? За номер 3? За одну голду. Да ладно, серьезно? Да. Ну что же, большое тебе спасибо за такое интервью. Ребята, все ссылочки на клан есть в описании. Обязательно подписывайтесь. Также, ребят, большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Если наберете 10к лайков, то я обязательно на продолжение. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите любой комментарий, ваше мнение по поводу всего этого трейда. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока.